Я всем показываю эту картину и говорю, что вот наши братья, гагаузы и молдаване, пьют по стыкану вина и танцуют. О, это да. Ну что, звезда? Снимаешь? Да, звезда, конечно. Вот сегодня сейчас будем пробовать вино более 30-летней давности. У нас принцип так, продавать все до последней бутылки. Все берем, идем, пробуем. Любой каприз, как у молдаван, Каса Мария, но я ее называю Каса Мика. И участвовали в конкурсах Чаша Де Аниса, Полу-Боку Лди Ау, занимали призовые места. Я там разносан вулканешт, шею сун темла о винорие де фамилии, винория Карагани. А мы шин трэм ше ведем, уче сун тем аштептаць. Карагани, винория Карагани, город Вулканешты, Георгий Чевер. Наша продукция, то есть не в полном объеме. Принимаем туристов, возделываем виноградники 10 гектаров и производим элитное вино. Добро пожаловать в Карагани. Ну, давайте пройдем в маленький подвал. Давайте, даже очень интересно. Хорошо, заходим. Домашний подвал. У вас семейное виноделие здесь, да? Сколько вы производите? 10 тысяч бутылок в год. Максимум, да? Да. У вас не только вино. Ну, и домашняя продукция, консервация. Для туристов, да? Для гостей. Конечно, пожалуйста, по желанию. Мы можем любую банку консервации, так, пожалуйста, вот, можем открыть. Никаких вопросов нет. Это мы делаем для себя и для туристов. То есть туристы должны чувствовать себя как дома. О, звучит отлично. Вот эти казы буквально мы сделали, то есть заполнили на этой неделе. Это фреш что-то, да? Это да. Это фитязка Ниагра 2019 года. Вау. Брынза молдавская, да? Ну, гагаузская. Гагаузская брынза, особенно вулканическая, ценится везде. То есть кавурма холодная и брынза считается у нас лучшими в регионе. О, слышали, да? Все заказывают и покупают ее вулканическах. Те, кто гурманы и ценители. Хорошо. Вижу, что у вас еще помещение здесь, да? Для новых винов, да? Я вижу не старые. Я вам сейчас скажу, здесь мы те бутылки, которые были розлиты заранее, которые прошли три дня, мы их минимум держим стоя, чтобы пробка приняла форму бутылки, а потом уже укладываем в казы. И в этом домашнем подвале будет фитязка Ниагра, все вино фитязка Ниагра. А это вижу что-то... Ну, это домашняя коллекция 2016 года вина. Гости тоже могут наслаждаться с этого вина, или это домашний? Для гостей это тоже, или... Ну, вы знаете, у нас принцип так, продавать все до последней бутылки. Значит, смотрите, мы сотрудничаем с Гагауссов Росы, с Кангазом. Там, где есть гостиница, люди приезжают к нам, дегустируют вино, наслаждаются гагаусской кухней, вулканежской. А потом уже вечер, к вечеру уже едут в Гагауссов Росы, там есть гостиница, они могут продолжить. Наши вина присутствуют и там, мы гружим очень. И сотрудничаем в этом плане. Отправляем людей в Чадерлунгу. Наших туристов, которые у нас бывают, отправляем в Чадерлунгу на Каниферму. Это папайя, папайя, продукт, который настаивается и потом можно дегустировать, не просто дегустировать, так? Да, он должен быть по вкусу очень особенный. Можем попробовать, если есть желание, сейчас возьмем. Есть желание? Я сам не пробовал давно. Все, берем, идем, пробуем. Любой каприз. Видите, пожалуйста, здесь у нас основное винохранилище, где наши вина, вот видите, они в гагаусских национальных костюмах, где наши вина выдерживаются в дубовых бочках. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить проект USID. Правительство Швеции, Америки за поддержку мы получили грант на развитие виноделия, на качественное виноделие. И я надеюсь, что мы оправдали надежды тех, кто нам дал эти деньги. Гагаусские сувениры, то есть мы можем как бы так представить для наших туристов. Это для вин, да? Это для вин, то есть три вида вина, которые турист выбирает и хочет, скажем, сделать кому-то или себе хороший подарок. Тоже пропагандируем Гагаузию. Это экспериментальная партия первого шампанского, которое мы заложили в этом году. Это впервые, да? Впервые, да, классическим методом. Надеемся, что тоже будем продолжать эту традицию. Это просто стикера у нас были, байкеры, и они уже обозначили, то есть свои имена, те, кто купят это шампанское. У вас здесь что-то новое, да? Ну, вот это вот только что мы разбили. Вот, ну, есть немножко, пару контейнеров. Здесь тоже для хранения вина. Здесь вот вино. Старая коллекция. Так, у нас есть очень хорошие друзья. Нам сделали подарок такой вот из своей коллекции. Ага, и подарки принимали, да? Мы принимаем, не раздаем. То есть, как бы, все должно быть в паритете. Да, да, да. Так, мы пришли к этому формату. То есть, все рождалось, скажем, победители крестьянских вин. То есть, вот вы видите Чотру, гран-при по Гагаузии за 2008 год. И у нас вторая Чотра в зале за 2009 год. То есть, первые места в Гагаузии по крестьянскому вину. И участвовали в конкурсах Чаша для Аниса, Полубокул Диаур. Занимали призовые места. И потихонечку вот пришли к этому формату, который вы сегодня видите. Мы пропагандируем гагаузскую культуру, гагаузский быт, гагаузскую кухню. И наше вино называется вино с гагаузским акцентом. То есть, мы его так позиционируем. Я всем показываю эту картину и говорю, что вот наши братья гагаузы и молдаване пьют пастыкану вина и танцуют. О, это да. Гани – это наш прадед Чешмикёя, который был родоначальником виноделия. То есть, виноградники, виноделия. И мы решили увековечить его имя. Это его имя – Гани. И получилось, что вот карагани, то есть созвучно, назвали наше предприятие. Еще одна линейка у нас Чотра. То есть, у нас Чотра Каберне-Савиньон и Чотра Фитяска-Диагра. То есть, как бы, вот два вида вина. Но сейчас мы эту линейку будем развивать, потому что Чотра – это вот как раз этот сосуд, о котором мы говорили по-гагаузски, по-молдавски это плоско, или Чотра называть ее, а по-гагаузски – Чотра. Вот этот сосуд, в который наливается вино и приглашают на свадьбы, куматрии, на такие торжественные мероприятия. Поэтому самое лучшее вино наливалось в Чотру. И наша линейка Чотра уже завоевала, скажем так, у покупателей свое место. Здесь еще и маленький музей. Ну, как у молдаван «Каса Мария», но я ее называю «Каса Мика», то есть маленькая комнатка. Мы сейчас ее расширяем немножко, потому что в основном здесь наши экспонаты нашей семьи. И вот, к примеру, я скажу, что вот эта вот швейная машинка моей бабушки, папиной линии. И много вещей. Семейные, да? Семейные собираем, и бондарские, чтобы показать, как собирались бочки. Вот этот сусак, вот это папе моему подарил мой дядя, то есть как бы так вот с описанием. Наш по-гагаузски сусак называется. Ну, вот один наш близкий друг Чичмикюэ подарил нам вот подковы, вот как они приходили на колхозный склад. То есть как бы, видите, бирка, размер лошади, все. То есть, как бы, сейчас, я думаю, такие вещи не найти. Это мой прапрадедушка, Манзул Георгий, ну, по прозвищу Тущу. Тущу, значит, соленый. Он был очень уважаемым и богатым человеком в Этулии. Имел веялку, которую колхоз у нее арендовывал, чтобы вы могли понимать. Ну, это вот, вы все знаете, это гагаузская софра. Так? Значит, за этим столом садилась семья. У большой семьи была большая софра. Ну, спрашивают, почему она такая низкая, потому что, ну, не все имели такие стульчики, могли сидеть на сыновках на земле и кушать с одного стола. Это наш дегустационный зал. Да, мы заходим в дегустационный зал, да? Да, в дегустационный зал. Давай. Спасибо. Здесь у нас дегустационный зал до 30 человек, то есть мы можем принять. Над дегустационным залом, то есть, скажем, с правой стороны, то есть, вот так вот, есть кухня. И готовите здесь? Представляем, то есть, как бы, кроме шести видов вина, которые входят в дегустацию, гагаузская кухня, гагаузская кухня, чабанский борщ, так, шурпа, как ее называют в их местах, булгур, гёзлеме, пиде, баранья ножка, фирменное блюдо нашей компании, скажем так, вот, запеченное с овощами. Ну и молдавская кухня, то есть, молдавская кухня, то есть, никаких вопросов в этом плане нету по заказу наших клиентов. Вот, например, если группа захочет продегустировать, прокушать хорошо, сколько это будет стоить? Значит, я вам скажу, значит, вот то, что я вам назвал, значит, все в комплексе. Экскурсия, дегустация шести видов вина, значит, шурпа, булгур, гёзлеме, пиде, овощная нарезка с брынзой, и баранья ножка, запеченная с овощами, это пятьсот тысяч человек. Да. Ну а сейчас папайю продегустируем, я думаю, так. Обязательно. Я хочу сказать, что никакой бизнес не делается без поддержки друзей. У нас очень много друзей, и один наш близкий друг семьи, то есть, его семья, он винодел, они нам сделали подарок. Часть своей коллекции подарили молодым виноделам. Вот сегодня сейчас будем пробовать вино более 30-летней давности. Это эксклюзив. История. И мы это открываем для очень близких друзей. То есть, мы его не продаем, это вино, но когда у нас очень теплая встреча, хорошая компания, мы открываем для наших друзей, потому что это подарок. Спасибо. Вот такой теплый, радушный, душевный прием это, это спасибо вам. Ну и у нас теперь уже четвертая компания. Ой, ей. Саолик, кисмет, берегет, узун, юмир. Подпишись. Продолжение следует...